Зарубежный воен лид, что проходит мимо российского читателя Специально для ИНОСМИ Зарубежный воен лид, что проходит мимо российского читателя ИНОСМИ, Россия, Илья Плеханов Фото Илья Плеханов сюжет Искусство войны в России практически ничего не переводит из современной зарубежной военной литературы Для большинства россиян зарубежный воен лид закончился на ремарке Хемингуэй Хотя кто-то из людей в возрасте слышал о Филиппе Капута Филипп Капуто Густаве Гайсфорде Кристофери Ройнау Кристоф Ронау Алёс Антолий Тимми Апостроф Брайени Тимофи Тим О'Брайен Впрочем, есть и подвижки Не так давно перевели на русский язык мизерным тиражом хороших солдат The Good Soldiers Дэвида Финкеля Дэвид Финкел Их омские тетради Канетс Джонатана Литтела Джонатан Литтел Хорошо пошли в массы такие раскрученные зарубежные бестселлеры Как снайпер American Sniper Криса Кайла Крис Кайл Марпей Хе One Bullet Away Натаниэля Фика Натанил Фик Или Нелёгкий день No Easy Day Марка Оуэн Марк Оуэн Попадаются на русском языке и экзотические переводы вроде «Завтра я иду убивать». Воспоминания мальчика-солдата A Long Way Cone Memoirs of the Boy Soldier Ишмаэля Биха Ишмэл Би Если рай существует Рона Лешима Рон Лешим Сына Хамас Масаба Хасана Юзефа Или время предавать резы Калили Энтузиасты иногда переводят на русский язык хорошие книги Например, Роберта Мейсона Роберт С. Мейсон Или Тома Сарат Сака И безвозмездно выкладывают в интернете Но всё это, конечно, лишь капля в море современного иностранного военлита Предлагаем свой небольшой список обязательных к прочтению книг, которые ещё не дошли до русскоязычного читателя 1. Michael Hare Dispatches Репортажи считаются абсолютной классикой военной прозы в мире Книга 1977 года Произведение в виде репортажных зарисовок военного журналиста о войне во Вьетнаме Стало одним из основополагающих в жанре новой журналистики И одним из лучших произведений о войне Переиздано в 2009 году в серии классика современной литературы Эпизоды из книги легли в основу фильмов «Апокалипсис сегодня» и «Цельнометаллическая оболочка» 2. Bounin The Destiny of Love Роман о Вьетнамской войне Книга 1990 года Написан современным вьетнамским автором В английском переводе роман называется The Sorrow of War Уникально, но западная критика сравнивает роман с на Западном фронте без перемен Ремарка и Прощай, Оружие Химингуэ Роман переведён на английский, французский, немецкий, польский, китайский, японский и другие языки В 1994 году роман стал в Великобритании лучшим зарубежным художественным произведением года 3. Carl Marlantz, Matterhorn Роман о войне во Вьетнаме ветерана Карла Марлантеса Книга 2010 года В США занял третье место в списке лучшая книга года Считается, что это лучшее произведение о Вьетнаме за долгие десятилетия 4. Эван Райт, Generation Kill Книга о войне в Ираке легла в основу популярнейшего сериала «Поколение убийц», который имеет многомиллионную аудиторию поклонников, включая Россию 2004 год 5. Кевин Пауэрс, The Yellow Birds Книга о войне в Ираке, о двух друзьях во время битвы за один из иракских городов и рассказ об их семьях Критики сравнивают книгу с романами Хемингоя и Ремарка, даже называют первым настоящим романом о войне в Ираке В целом книга получила единодушные восторженные отклики как у литературных критиков, так и у читателей и ветеранов войны в Ираке 6. Декстер Фиккенс, The Forever War Книга военного журналиста о войне США с исламским терроризмом Книга 2008 года Переиздана в 2011 В произведении описывается опыт журналиста в Ираке и Афганистане, начиная с 2001 года Автор, финалист Пуллицеровской премии Как пишут критики, эта книга не о войне с терроризмом, а книга о войне как и таковой, очень личная и философская книга на реальном жестоком материале Выиграла престижную литературную премию критиков в США, вошла в десятку лучших книг 2008 года по версии крупнейших газет США и компании Amazon 7. Себастьян Джунджер, Ууу Книга всемирно известного журналиста, одного из авторов документального фильма Ристопул Популярного в том числе и в России Издана в 2010 году Книга написана на основе командировок Юнгер в долину Каренгал в Афганистане в 2007-2008 годах В 2010 году признана одной из лучших книг года О ней с симпатией отзывался и классик военной литературы Филипп Капута 8. David Belavia, House to House, an epic memoir of war Книга ветерана боев за Фалуджу в Ираке Мемуары опубликованы в 2007 году, представляют собой хронику тяжелых боев за Агорат Книга популярна среди молодежи и ветеранов Ирака 9. Кейла Уильямс, Love my Rifle more than you Книга написана женщиной, бывшей участницей панк-движения, ветераном Ирака, лингвистом, переводчицей с арабского, участницей допросов и пыток пленных иракцев 2005 год Книга стала сенсацией в США Пожалуй, это чуть ли не единственная известная книга о войне в Ираке или Афганистане, написанная женщиной До сих пор по этой причине автор активно участвует в общественной жизни, дает интервью и появляется на ТВ и радио 10. David Abrams, Forbit Книга 2012 года Фантастический дебют, по мнению критиков Сюжет Жизнь на передовой базе в Ираке Эта книга Цатира на войну Абсурд войны, рутины, человеческих характеров и глупости Одна из немногих книг о войне, от которой смеются Считается, что книга продолжает традиции юмора Гошика и всемирно известного сериала МАШ 11. Джон Ли Андерсон, The Fall of Baghdad Джон Ли Андерсон, североамериканский журналист и биограф, член редколлегии The New Yorker Автор статей В The New York Times И многих других изданиях Репортер, побывавший в горячих точках Афганистан, Ирак, Уганда, Израиль, Сальвадор, Ирландия, Ливан, Иран и различных стран Ближнего Востока В представлениях не нуждается Автор одной из известнейших биографий Чей Гевары Чей Гевары, A Revolutionary Life Впервые изданной в 1997 году, русское издание, в 2009 году В книге о захвате Багдада, 2004, автор описывает свое участие в падении города в качестве репортера Считается одной из лучших книг о войне в Ираке с точки зрения литературного изложения 12. Jake Tapper The Outpost, An Untold Story of American Valor Книга 2012 года Документальный рассказ исследования об одном из самых тяжелых боев в Афганистане на посте Китинг Где 53 солдата отбивали атаки 400 талибов в октябре 2009 года Карты, свидетельства, описания местности, судеб, биографии Участники тех событий высоко оценили работу автора Что говорит о многом 13. Anthony Shadid, Night Draws Near Энтони Шадид, 26 сентября 1968 года, Оклахома Сити, Оклахома, США, 16 февраля 2012 года, Сирия, американский журналист Иностранный корреспондент The New York Times Дважды лауреат Пуллицеровской премии В 2004 и 2010 годах Штатный сотрудник Washington Post С 2003 по 2009 Шадид скончался 16 февраля 2012 года от приступа Астмы Книга 2005 года рассказывает о последствиях вторжения в Ирак для простых жителей страны Книга выиграла массу журналистских и литературных премий 14. Rage of Chandra Skaran, Imperial Life in the Emerald City Книга 2006 года Собрала массу премий Своего рода расследования ошибок США, допущенных при вторжении в Ирак, а также описания жизни в зеленой зоне в Багдаде По книге снят всемирно известный голливудский фильм «Не брать живым» Английский Green Zone 2010 15. Colby Bazel, My War, Killing Time Книга 2006 года Автор – ветеран Ирака Вел анонимный блог о войне, в котором давал уникальную информацию с поля боя, которую не могли собрать и самые матерые прикрепленные к войскам журналисты Блог стал медийной сенсацией и был мегапопулярен в США Книга – это переработанные воспоминания, записи из блога, электронные письма В 2007 году книга собрала ряд премий Ее называют одной из самых правдивых и грубых книг о современной войне, написанной пехотинцем 16. Jim Frederick, Black Hearts Книга 2010 года Рассказывает обоих одного подразделения в треугольнике смерти в Ираке Повествование Джима называют часто в СМИ рассказом о пути к безумию Стиль изложения сравнивают с апокалипсисом наших дней и падением черного ястреба Книга получила очень высокие оценки от ветеранов Ирака и критиков военной литературы 17. Milo S. Afong, Hogs in the Shadows, Combat Stories from Marine Snipers in Iraq Книга 2007 года Переиздана в 2011 Написана ветераном Ирака Сборник реальных историй войны и психологических портретов снайперов в Ираке Имеет скорее не литературную ценность, а ценность правдивого рассказа участника событий и внутреннего детального взгляда на работу снайперов 18. Phil Clay, Redeployment В США книга стала победителем престижной национальной книжной премии в номинации «Художественная литература» в 2014 году Книга, сборник рассказов, повествование ведется от первого лица разных героев Автор – Фил Клей, морпех и ветеран войны в Ираке 19. Brian Turner, My Life as a Foreign Country Проза самого известного современного американского военного поэта Автор поэтических сборников Hear, Bullet и Phantom Noise 2014 год На этот раз – лирические мемуары, воспоминания о Масули, повествования об иракских семьях, попавших в ад войны О мотивации боевиков-изготовителей самодельных взрывных устройств О следах войны, которые остаются в душе навсегда Замечательная качественная литература Книгу высоко оценил Тима Апостров Браен Опубликовано 25 февраля 2015 года 12.1